Всем салют, ребята! Вы на канале FIFA Time. И сегодня у нас продолжение карьеры за Днепр-1. Сегодня я вам покажу трансферы, которые я уже сделал, ребят. Обязательно познакомлю вас с новым нашим составом. Обязательно попробуем наших парней. И, в принципе, я надеюсь на то, что этот новый состав будет приносить нам еще больше пользы, нежели был состав у нас в Днепра до этого. Ребятки, перед началом видеоролика хотел бы попросить вас обязательно подписаться на канал, кто еще не подписан. Обязательно влепить лукасец, так как, ребят, 200 лукасов прошу под этим видео для продолжения карьеры. Не скупитесь, не жалейте. Итак, ребята, стартует второй сезон. Второй сезон у нас будет более, наверное, все-таки интересный, потому что мы усилились и очень хорошо усилились, благо денег нам хватило. И сейчас давайте я вас познакомлю с составом с нашим. Цитаяшвили, Леднев, Вокер, Булеца, Гогут, Кравченко, Бондарь, Попоп, Тымчик, Конопля и Трубин. Вот такой состав у нас в этом сезоне будет. Больше, увы, усилять некем, ни за что. Ну, я считаю, в принципе, и так неплохо. И давайте сразу глянем. Мы же прошли все-таки в Лигу Европы, благодаря тому, что кубок взяли. Давайте посмотрим на то, кто нам попался. Итак, ребят, ого, какая кушечная у нас группа будет. Да, Рен, Зенит и Горняк, наверное, за Брзе. Но я не знаю, что это за группа. Итак, ребята, первый поединочек чемпионата Украины. Играем мы в гостях против Донецкого Олимпика. Посмотрим, как наш состав сейчас будет себя вести. Интересно посмотреть на новых игроков. Легендарный уровень сложности. Ну, помчали. Ух ты, коктейл отдает. Сюда его. Когут. И решить. 1-0. Ох, по флагу отпускаем. Опасно сейчас выбить. Выбить, выбить, выбить. Хо-хо-хо-хо. Вот это повезло. Эй, алло, стояночка. Что творите? Закрыть, закрыть, не дать. Просто не дать. Войти в штрафную. Опять неуверенная игра на выходе трубы. Хорош, хорош. Просто отличный проход. Убрать. И пробить. Все. Ох ты! Ну, ничего. 0-1. Победа Днепра. Уже получше команда играет, нежели в конце прошлого сезона. Игор Когут забивает баночку. И тем самым мы забираем первые три очка. Ребята, и сразу же в этом выпуске матч домашний против киевского Динамо. Это очень интересный поединок. Поэтому я надеюсь на то, что в матче с Динамо мы сможем себя показать. Поехали. Состав мы перед матчем не меняли, ничего не исправляли. Поэтому на этом же, в принципе, на этой же схеме мы будем себя концентрировать полностью на протяжении всего сезона. Я считаю, что это центральный поединочек тура, где, в принципе, киевская Динамо, одни из фаворитов чемпионата, встретятся с нами, где Днепр 1 должен, в принципе, забирать очки. Ну, я не знаю. Попробуем сейчас, как Динамо усилилось за это трансферное окно и что оно покажет. Выбить? Выбить? Да уж. Это ГГ на самом деле. 0-1, проигрываем. Неплохо доминирует, в принципе, киевляне в этой встрече, но... Хорошо бы, если бы мы... Сейчас еще один пропустили, было бы просто пушка. Что это? Что с Бондарем, блядь? Что это такое? Это Бондарем, это Бондарем. Это Бондарем. Тейл, Тейл. Ооо, просто без шансов. Просто и в ближний. Тащик. Выбить, выбить, выбить! Да. Трубин хорош. Ну, давай, пропустите еще один. Пиздец. Вот это я привез сам. Трубин опас, просто пушечный был. Да я вообще просто херею. 0-4. Да уж, опустили меня с небес, вообще, изи. Хотя бы один надо бы забить. Хотя бы один. Чисто для приличия. Ну, хотя бы один. Проигрываем 1-4, но... Бля, чуваки. Конечно, так как выглядит Попов. Сука, я не могу. Ой, бля, я честно, я такого еще цирку не видел. Пацаны, это пушка. Это просто лучшее, что я видел. Завершающий матч сегодняшнего выпуска. Матч против Карпат. Ну, я надеюсь на то, что с Карпатами у нас проблем не должно быть много. Поэтому, думаю, с ними-то справиться мы как ни крути должны. Выходим на легендарочке, как обычно. Помчали. Плохо его били. Во, 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 идет, идет, смотри. Ну. Кому. Во, наши показывают. Трубин на воротах. Защита. Ну-ка, покажите нам. Защита. Сука. Ой, ё-моё, бля, я вас поебраю. Бля, пацаны, смотри. Выбить. Тихо, тихо. Один-ноль. Вот это да. Начало вообще многообещающее. Матардея, кто ты такой? Шо ты такое? Что я вообще подрасслабился с этим Поповым? Скидочка хорошая, булеца. Забегание вижу. Вижу, 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 вижу. Хорошо, проходит вдоль. И пробить. Хорошо, один-один. Не, нельзя, нельзя, ребят, проигрывать Карпатом. И вообще даже и думать о том, что мы проиграем Карпатом, вообще нельзя. Вот, 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 выход. Выход и в ближний. Все, хорошо. Вот это уже игра наша, ребят. Вот это уже пушечка. Теллокер туда грузит. 2-1. Выходим вперед. Буквально за считанные минуты возвращаем себе преимущество. Вот, забегание вижу. Вижу дальше. Хорошо. И прошел, и пробил. Туда его. 3-0. Буквально за 10 минут мы просто размазываем Карпаты. Отгружаем 3 баночки. Ну, это хорошо. Команда очень на уверенном ходу. Ух ты, какой провал. Провал какой. Не попал в ворота. Ну да, это, конечно, жестко. Хорош, хорош, Тейл. Тейл, 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 Тейл. Хороший пас. Просто идеально вывезу. И пробить. Нет. А так. Нет. И так нет. Ну, поборись. Хорош, хорош, Тейл. Тейл, хорош. Подбор. Ох, ох. Снахи снял, снял. Корпус, корпус. И пробить. И пробивай. Хорошо. По крайней мере, удары есть. Давай, давай, прострел, прострел замкнуть. Хорошо. Четвертый туда забиваем. И сюда. Хорошо. Просто без шансов булется. Перекатывает под правую себе спокойненько. И забивает туда его. Итого побеждаем 1-5, ребят. Но это, знаете, это такая месть за поражение от Динамо Киев. Очень хорошие. Показываем мы 3 поединка. Ну, ладно. В одном проиграли мы, конечно. Ну, ладно. То мелочи. Чего я веду? Я выставляю на трансфер Попова. Ну, я так играть не смогу. Я просто... Ну, это жесть. Я выставляю его на трансфер. Вы этого не видите сейчас. Вот так вот выглядит Денис Попов сейчас. Это просто гг. Поэтому я выставляю его на трансфер. Ну, а пока, месть, ребята. Мы будем ждать предложения по Денису Попову. Но это уже в следующем выпуске. Все это дело провернем. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я прикупил на позицию Попова. Ну, возможно, что-нибудь интересное вы придумаете. Ну, потому что я играть с таким парнем не смогу. Меня просто разорвет на части. Не знаю, ребят, как это все будет происходить. Но я надеюсь на то, что мы сможем продать Денечку. Как бы, конечно, обидно это не было. Но так вот немножечко, да. Патч бывает иногда приносит сюрпризы такие. Ну, ничего. Я считаю, что выставим его на трансфер. Продадим. Купим кого-то на его позицию. Ну, вы пишите в комментариях, пожалуйста, кого бы вы хотели, чтобы я прикупил. Обязательно, ребят, кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь на канал. Прожмите пальчик вверх. С вами был, как обычно, Илья. До новых встреч.